В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что в начале было? Было слово, было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди! Да, люди! И я! И я! Да, и ты! И твой ангел с тобой! Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Знаете, когда я читаю сказки, то не перестаю удивляться, чего в них только не случается. То из говорящего полена человечка смастерят, то лягушка в царевну превратится, то рыбка любые желания исполнит. Чудеса, да и только! А вот главным героем нашей сегодняшней сказки будет старый штурвал. Прелюбопытнейшая, скажу вам, история. Послушайте ее. Море становилось неспокойным. Пришвартованный к причалу старый баркас тяжело скрипел и вздыхал. Он знал, если разыграется шторм, прогнившая обшивка не выдержит ударов в волн и обломки его унесет в море. И только огромный деревянный штурвал не разделял его тревог. Старый штурвал мечтал. Он думал о том, как нелегко в шторм судам в море, как громады кипящих пеной волн обрушиваются на палубы, сбивая с ног моряков в резиновых плащах. Ему хотелось быть там, с ними, помочь, выручить. Но штурвал был накрепко вделом в палубу. «Отпусти меня!» – просил он. «Не отпущу!» – ворчал вредный баркас. «Вот еще! Не хватало, чтоб текелаж разбегался с корабля и шлялся, где попало!» В самый разгар спора на палубы вышла старая корабельная крыса. Она прожила долгую и спокойную жизнь в трюме среди ящиков с провиантом и матросских гамаков. Разгрызала мешки с зерном, воровала у матросов сухари и обрезки вяленого мяса. Крыса считала трюм своей собственностью. Ее очень раздражало, когда какой-нибудь матрос норовил пристукнуть ее шваброй или запустить башмаком в тот момент, когда она совершала вечерний обход своих владений. Теперь для корабельной крысы наступило раздолье. Припасов у нее было вдоволь, башмаки и швабры исчезли вместе с гамаками и матросами. Закутавшись в кусок тельняшки, крыса сидела на мокрых досках и, недовольно топорща усы, наблюдала за штурвалом. «Что, сейчас скрипишь?» Крыса в развалочку подошла к штурвалу. «Вот стоишь ты тут!» Крыса достала из щели между досками зернышко и принялась его жевать, ловко перебирая лапками. «Никому не нужный, трухлявый мечтатель!» «Попользовались тобой, пока молод был, и выкинули!» «Хи-хи-хи-хи-хи-хи! Другое дело я!» «Смотри, всю жизнь жила для себя, никто мне не нужен, и я никому не нужна!» «Никаких мечтаний!» «Спокойно живу, в сытости, в довольстве! День прошел прекрасно, ночь прилетела, тоже хорошо!» «Ах, думаешь, я не была романтиком?» «Была! По молодости, еще крысенком, жила я на камбузе, рядом с ящиком для картошки!» «Ах уж и страху я натерпелась! Все ходуном ходит, тарелки-вилки летают, и кок все норовит, половником прихлопнуть!» «Вот и вся романтика!» «Хи-хи-хи-хи-хи-хи!» «Слушал ее штурвал, слушал, и лопнуло у него терпение! Потянулся он всеми своими деревянными частями, распрямился! «Как ты не понимаешь! Разве можно сравнивать морскую даль с теснотой трюма?» «Когда живешь морем, служишь ему! Ты часть великого морского братства, где главный закон — помоги попавшему в беду!» «Кем бы ты ни был, спеши! Разве это не счастье — спасти жизнь другому?» Старая крыса уже съела зернышко и теперь чистила коготками шерстку. Слова штурвала не трогали ее трюмную душу. Вдруг удары волн стали яростней, и шторм обрушился на баркас со всей своей силой. Крыса сиганула в трюм, и тут старый баркас не выдержал и с облегченным вздохом развалился. Надоело старику бороться с морем и ветром. Старая крыса, забившаяся от страха в самый темный угол трюма, попала в водоворот вместе с корками хлеба, щепками и прочим мусором. А штурвал сорвало с палубы и унесло в открытое море. Там он долго плавал, и однажды страшный ураган спас жизнь одному моряку, стоим еще у парохода. Человек уцепился за штурвал, и тот два дня, как мог, утешал его, ободряюще поскрипывая и вертя в воде колесом. Потом их обоих подобрали рыбаки. Человек увез штурвал к себе на родину, в далекую страну. Спасенный оказался владельцем большого рыбацкого сейнера. И теперь на капитанском мостике, рядом с новейшими приборами, стоит наш старенький деревянный штурвал. Вздыхает, поскрипывает и думает о чем-то далеком и прекрасном. Замечательная сказка, не правда ли, ребята? Старый штурвал оказался смелым и отзывчивым. Свои слова о морском братстве он подкрепил делами. Спас жизнь человеку. Конечно, в нашей повседневной жизни спасать жизнь другому случается нечасто, и слава Богу. Но вот творить добро, делая окружающих нас людей счастливее, помогать друг другу, это посильно каждому. Давайте не забывать об этом. Я прощаюсь с вами. И да хранит вас Господь.